однако здравствуйте с вами камили мы продолжаем прохождение dead space ремейк и в прошлой серии что с нами было мы упали блин в ловушку доктора мерсера или мерсера в общем конченого ублюдка совершенно отбитого фанатика я все плохого человека кто здесь везде расставил свои свечки дает немудро мистер кларк мой охотник может регенерировать на любую атаку на любое повреждение ли атаку воспринимает как личное или карту ничего не может воспринимать оба у нас кстати уже стоит с ловушки остались да я думаю что вы все будем делать дайте всем пока чтобы знать точно куда мы пойдем выйти сюда и попасть кабинет доктора мерсер окей мы 5 света нет двери закрыть сейчас карантин здорово нет нет поиск оказывается лол а ей метода вахтисы сторон до прямо сейчас всех сторон вошли жесть подавать уроды не нет и лишь нафиг а интересно где тело чем малютно так ты дома так не раз все жизни так ты отдохни что-то был чуть-чуть было без пофиг без разницы завалим на вас нет включить лог потом заберем блин паре знамени полезла и это хорошо говоря наш план составить сам лазером сработал отлично кажется что-то сургикал лог доктор чарлес мурсер это шейн когда я начинал мою исследование террин скайз инсайзу на маркер были не вреду а теперь он был редко сцентрировал миссис как этот Девушки отдыхают. В общем, о чем рассказывает Мерсер, что он занимается здесь своими хирургическими операциями, бла-бла, что он очень разочарован в Кейне, понимание велика которого, которым было бесценно поначалу, а потом он стал присылать ему сообщение вроде вышеуказанного, ну, скидывает нам запись, показывает точнее, что он называет Мерсера мясником, что он делает, он знает, он видел этого охотника, он знает, что кем он делает. Он был когда-то, и так далее, и тому подобное. Вот, ну, в принципе, как адекватный человек. Че, раз потом отмал, да? Лол. Давай, мразь. Ну, иди вот так, интересно. Живой? Хоррор, блин. Сдохла, парь. Попал, если пальную не очень таким. Патронов мало, блин. По сути, патронов нет, благодаря гребаному охотнику. Боже, как. Какой трындец. С него ничего полезного не падает, ничего, ровным счетом. Ладно. Секундочку. А, да, потом Кейн сказал, что, видимо, ой, Кейн, говорю, Мерсер сказал, что, видимо, Кейн подвергся тому же психическому расстройству или деградации, в общем, деменции, что происходит на Гиде-7, потому что он говорил, упоминал Амелию, а единственная Амелия, которую он, которая, ну, знак, который знал сам Мерсер, это жена Кейна, Амелия Кейн, которая умерла 7 лет назад. Вот. А еще Кейн сказал, что он знает, кем был охотник раньше. Мне интересно, кем. Текстлог. Опять журнала Кейна. Ну, конечно, журнал пациента, доктор Мерсер, второй научный офицер. Разговор с Харрисом. Сент Харрис. Так вот, почему вы записываете это. Мерсер. Церковь поблагодарить меня позже. Я тоже слышал это, Харрис. Другие... Так. Другие считают сигналом обелиска, ношей, грузом, но для меня это вдохновение. Новые хирургические техники, новые технические дизайны. Такой несущественный человек, как я, может лишь слегка ухватить глубокие нюансы, которые ты понимаешь. Я так понимаю. Ну, я так понял предложение. Харрис, вы говорите о Коде или о голосах, которые хотят быть услышанными? Голодными, как звезды голодными. Мерсер. И ты думаешь, эти дураки пытались вылечить тебя? У тебя божественное прозрение, мистер Харрис, у вас. И я могу его интерпретировать, его понять. Глубой, глубочайший секрет обелиска, восхождение и, возможно, даже разум роя, саморазум роя, что это за свет такой был сейчас? Могут быть нашими, если вы мне поверите. В Сен-Харрис. Бог говорит через обелиск. Он должен быть услышан. Но я не могу отдать его вам. Я пытаюсь, но оно ускользает. Как будто бы, как будто оно застряло за моими глазами. Мерсер. И, я не знаю, наилучшие побуждения для, наилучших намерениях, для того, чтобы вернуть это. А, и, как называется, наиболее благие намерения по возвращению этого могут иметь неудачные последствия. Пока, скажите, мистер Харрис, что вы знаете про термин клеточная регенерация? Понятно, то есть, Харрис сделал охотника из... Ой, Мерсер сделал охотника из Харриса, пациента с эгидой 7. Ну, интересно, зачем? То есть, для того, чтобы его убивать, он регенерировал, и он бы понял, смог расшифровать коды обелиска так? Это довольно странная техника, потому что мы знаем, что коды обелиска нельзя расшифровать, так сказать, извне, если человек сам их, как бы, не знает. То есть, там нужно обладать высоким интеллектом, для того, чтобы не сойти с ума, а именно видеть коды. То есть, для людей, которые, ну, недостаточно умны для обелиска... Ее парни театр. А чей-то труп там лежит? Интересно. Ладно, недостаточно умны для обелиска, они слышат лишь просто голоса и благополучно умирают, сходят с ума. А умные люди, ну, как умные люди с высоким IQ, вроде Айзика Кларка, видят именно коды, которые они начинают воспроизводить для того, чтобы построить новую обелиску. Вроде такая техника была. Аптечка. Что за этим? Назвеча все плохо, да? Надо патроны закупать придется. Иначе, ну, это не дело. Охотник нас капитально унизил, я бы сказал. Чего нет, да? Так, ну что, заразитель? Нифига себе, блин. Ты так куда был заразителя, парень? Чего не тех слов, не читаем. Персональный журнал, доктор Мерсер, личный, точнее журнал. Наблюдение. Восхождение. Где тела погибших вознесутся. Бессмертные. Объединенные. Сделаю. Будут объединены обелиском. Как мы и учили. Но все это лишь сырой материал. Вся моя работа. Но весь этот сырой материал, это вся моя работа. И маркер остается инертным. То есть это прямо мертвым. Но несмотря на это, первый контакт, как он был здесь. Когда он произошел, и повторяет голова, голова, голоса, слова в моей голове. Обелиск должен быть поглощен. Божественное прозрение, возможно. Я не знаю, как правильно перевести. Божественное, возможно, божественное прозрение о том, что я создал, Охотника, это часть ответа. И я, я еще... И тут удаленное сообщение. Не понятно, чем он хотел закончить это предложение. И отбивает мой перевод в ноль. Нет, я не буду сомневаться. Ни один юнитолог не был столь близок. Обмануть смерть. Этого старого тирана. И у меня должен быть совпадающий... Я не знаю, что это слово. Теннести, теннести, теннести. Ладно. Давайте потом перейдем на постфактум. Кейбы и Руси Хатор подвезли. Так что... Он живой, что ли? Рядо живой. Понятно. Этот мерсер здесь всех замучил. В общем, мерсер, несмотря на сложности перевода. Мы примерно поняли смысл послания мерсера, что он пытается добиться ответа. Здорово, это я. В общем, человек сказал, что его не надо спасать. Он спасает гидропонику. Воздух отравлен. Ее энзим сработает, если она добудет жидкий эндроген. Вот. Жидкий азот, да? Жидкий эндроген. В общем, мы должны добыть жидкий азот. Чтобы спасти гидропонику. То есть, ну, прекратить отравление воздуха. Ну, прекрасно, блин. Еще патронов, кот наплакал. Ай-яй, нас подрезали чуть-чуть. О, слушай, а то оптично работает. Что-то замечательно работает. Стрель, 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 стрель. Динафика, единаяфика, единаяфика. По одному, по одному, по одному, по одному. Почти. А где труп? Блин, я... Меня мышь вообще сбоить начало. Правда, мышь не работает. Иногда. Что довольно... Обидно. Хм. Где мы здесь были? Где здесь сейчас не будут закрыты двери? Фига, не видно. Ёк, макарёк. Ханг, ханг, ради-ка ты нафиг, окей. Открывай дверь, открывай дверь, открывай дверь. Сваливай вон сюда. Сваливай вон сюда нафиг. Тех нафиг. Так, 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 так. Встановить газ. Фу. Отлично. Мы живы. Окей, воздух очищается. Воздух уже так плохо. Я буду нужна быстрее способа к креогенеции. Я открыл другую дверь из химического лаборатории. Это тебя прямо туда. В общем, мы должны через химическую лабораторию пройти, чтобы попасть в криогенную лабораторию и достать там литки азот. И нам придется купить патронов, потому что у нас все плохо, а иначе... Нам не будут нормально воевать, у нас грёбан охотник с нами ходит. Эээ, бесит. И что хорошо, лазер лазерного резака, оказывается, останавливает некроморфов. Он не даёт вообще через себя проходить. Что прям вообще шикарно, я считаю. У нас 14 тысяч всего. Мало. Считаю, что можно купить немножечко патронов. Аксепт. Шубячка, наверное, мы и оставим всё-таки. Не оставим? Да и оставим. И пойдём. У нас впереди. Сложный бой. Я вот только думаю, чтобы нам сделать такого, как нам справиться. Бежали. Так, секундочку. Там третьего уровня, блин, этот склад. Пойдёмте. Где-то тварь прыгнула. Чего, нет? Вот, мир, чтобы было не лень ходить и зажигать всё это дело, да? Совсем не лень. А, так и мы знаем, куда идти. Всё окей. Нас и стазис есть. Нас где будет встречать? Охотник, но с ним воевать я не собираюсь. В лучшем случае, я кину в него стан. Пусть загорает. Ой, вся бы свет есть немножечко. Почему на всем корабле нету света? Блин, вроде всё чиним, а свет починить не можем. Окей, камера Харриса. В киогеннике мы с ним разберёмся, я помню. О, бронзовый полупроводник. Ну, вот всё-таки будет не так уж и просто, наверняка. О, стайс-пак, пригодится. У нас тут. Окей, кредиты. Левел 3, левел 3. Ну, ноис. Не те, когда мы получим третий уровень. Наверное, не скоро. Скорее всего, после добывающей палубы, когда мы найдём исполнительного директора кого-нибудь. Сейв всем. Готовимся воевать. Так вот, зарядка стайса есть, да? Вот жидкий азот справа в камере. На его брать пока не буду. Тут хорошо его поставил. Ё-моё. Замороженный член экипажа? И это замороженные некроморфы? Это замороженные некроморфы. Ты на них наверняка экспериментировал Мерсер, да-да-да. Это точно. Это факт. Интересно, а тут сразу его убить или нет? Или придёт сначала что-то одно сделать, но что-то другое, как потом. Допустим, заморозить этого урода. Закрыто. Давайте пробовать. Окей. Закрыто. Так, давайте пока я не забыл, что он сказал. Будем так работать. Полусинхронный перевод. Что у меня Голос не очень хорошо работал в конце недели. Что сказал Мерсер? Что выпускать Хантера это практически... Ну, с Охотник практически терять пациента, но Николь и Азекуру достаточно задержали его. То есть Мерсера. Поэтому он всё-таки его выпускает. И более того, Мерсер сказал, что он не проявлял к Николь ничего, кроме учтивости. То есть он и не навредил. Вот. Мерсер благодарит нас за то, что мы починили двигатели Ишимуры. О боже. Такой дебил, Мерсер. Такой дебил. Просто не... Нечего сказать, кроме как матом ему покрыть. Аутист совершает. Ну, в общем, сказал, что... Нас вообще не домой будет божественным. Ничего не узнает восхождение, которое будет заряжено населением всей земли. И что смерть будет только для... Можешь, пожалуйста, мне пальнуть его лазером? Спасибо. И сюда, урод. ba. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Его развалить там. А-а-а! Свою месть! Псино! Нет, ты задиться Сделать то, что мы делали Давай-давай, сходи, урод, сходи Сходи-сходи Бежим-бежим-бежим-бежим А мы его не заморозили, да? И нет, заморозили Бастер, лови меня снова Айзек, ты в порядке? Я встал в этот хантер Мерсер не был В общем, Кедра сказала, что Мерсер опять его заблокировал И Айзек сообщил ей, что Мерсер хочет притащить всю эту заразу на землю Его нужно остановить Айнкенов должна заблокировать руку капитана Что она и сделает Но Хэммеда сейчас нет, она справится с гидропоникой Окей В общем, возвращаемся на летную палубу Где В том месте, где мы чинили поезда Есть путь в гидропонику А Полет Станция монорельс, кажется, снова полетела Что, она тут очень нехорошая за этот Что-нибудь хорошее за победу над охотником, нет? Или не дадут? Один силовый узел С чем, что вы способны? Ну ладно И то хлеб Побегали по локации, которую мы уже по факту зачистили Мало чего нашли на ней, конечно же Что это за место? Они здесь вообще были когда-нибудь? Хорошее, нет, да? Удер Пожалуйста Так, есть что-нибудь? Чего вроде нет, да? Давайте вы лучше мне не по 100 кредитов давайте А патроны Типа 25 патронов Блин, опять типа 25 патронов на винтовку Это в 10 раз больше, чем 100 кредитов По цене Точнее, в 12 с половиной Но, блин, они продолжают пихать мне Свои копейки Оригинал себе такого не позволял Так Где сейчас? Людеки А мы на мостике Лова, прикольно Ну поехали, только надо поехать Так Да Летная павла Все, блин Чертов, Мерсер На меня напрыгнулось Задумчивое состояние Я зачем-то раздумался И уже забыл о чем Хе-хе-хе Так, мы приехали И, значит, теперь нужно пройти через Тема от вагонеток, да? Ну прекрасно Так и сделаем Так, секундочку Так Молчливое продолжение Продолжается А нужно что-нибудь продать У нас всего два силовых узла Мы, в общем, бомжи какие-то стали Слушайте Ужас Так Продать В принципе, у нас Костюм четвертого уровня Не появится В течение нескольких глав Поэтому давайте купим пару узлов А, кстати, прикольно Они каждый раз в магазине При покупке Типа разные Водушевляющие фразы пишут Там те магазины Си-си Ваши кредиты Пойдут дальше То есть Куда-то на что-то Ну что ж, прекрасно Давайте двигать На стене Чего второго уровня На этом этаже Ммм, водка дверь Открылся Ах, нет Там уже открыта дверь была Вот сюда мы, наверное, пройдем Да, в гидропонику Путь Уон сам И он сам Так Я уже забыл Мы Вообще В прокачке Икса Можем Качать урон Кинезиса Или нет Или только статис Пусть это С каждым Улучшением Брони Мы получаем Ну, возможно Дальше прокачиваться Окей Опа Птичка Ты я в первый раз забыл, да? Ну-ну-ну-ну Ииии Стоять Уметь А, это обычный Зачем я не столько потратил патронов Ну, придется ждать пока Ты ждешь, да? А, нет Можно так вырубать Икольно-прикольно Так Статис Интересно В римейте второй части Будет Будет Самозаряжающийся Статис Или нет И Что бы уделать Разрабы Учитывая, что Они уже Сделяются Довольно быстро В общем Кеннадо сказала Что Чтобы Азик проверил Фильтры на шлеме Потому что Воздух отравлен Азик сказал Что он чувствует Что палуба Буквально гниет И После чего Кеннадо сообщило Что На складе Продовольствия Какая-то масса Огромная Которую явно Не могли вырастить Естественным способом И что она является Скорее всего Источником заражения Нам нужно идти Рабочую станцию Того доктора Которого Рабочего Который был В кабинете Мерсера И посмотреть Насчет энзима Информацию Опа Опа Ну-ка-ну-ка-ну-ка Ну-ка-ну-ка-ну-ка Так Ну-ка И где Так что он Написи Просто в гидропонике Да значит На четвертом этаже Нифига себе Здесь конечно Размерчик Надо Что-то уменьшить Я не могу уменьшить Да Хидропоника Ну а давайте двигаться Эта карта Так себе Трехмерная карта Гораздо лучше О Элизабет Кросс В общем Есть урожай Есть еда Нитропоник работает штатно Хотели отправить припасы На эгиду 7 Но Бенджамин Матюс Капитан запретил это делать Что Элизабет пишет Жалобу Потому что всем известно Что Нужна помощь Тем кто находится На эгиде 7 Вот Да да Всегда рады Нас благодарят за терпение Что станция теперь открыта Я тут блин Два шага Ну хотя условно Почти два шага Да Летные палубы Ага Так стопе Ладно Мы поищем Рик Лейтенанты Чуть позже Пока выйдем все-таки Наш этот Наш Наш основе задание Где мы находимся Ну-ка еще ладно Давайте сначала Исследую все дело Да пребудет с вами Альтман Да пребудет С вами смерть Гребаные металлоги Подыхайте Туда Туда вам и дорога Поиметь Да мы мы дорога Вот Если бы все Недолги самоубились Еще на земле Было бы гораздо лучше Достигли бы Своей веры И никто бы Из-за них не погиб Да Но эти фанатики Мрази Те еще Не Фиг там они помрут Прежде чем Вы заберут с собой Кого-нибудь Адекватного Нормального То есть Не открывайте ту Дверь Они пришли Интересно Тут мы должны Этих стихом Это где-то рядом Уже скоро Уважаемые А где Гленс Котов Гленс Котов Где Где пасхалка Ребята Это дезреспект Я скажу вам так Дезреспект В оригинале На этих плакатах Был изображен Сам ведущий Геймдизайнер Гленн Скофилд Ведущий Геймдизайнер Висерл А нам Какую-то дичь Втирают Где на Гленн Непонятно Обиделись Наверное Ребята Из мотив Чувствитель Сплетело Ты знаешь Я должен попробовать Это сообщение От Элизабет Кросс Которая предупреждает Нас в том Что нам нужно сваливать Вся ее команда Мертва Все что они вырастили Уничтожено И она должна Попытаться убить Ту штуку Которая это сделала И после чего Она обращается К Джейкобу Говорит о том Что Она Ну что он Понимает Что она должна Попытаться Вот так вот Кросс И Темпл Классные ребята Тут все очень плохо Все заросло Нафиг Идет Синтез энзима Не принимать внутрь Энзим Не принимать внутрь Энзим Окей У нас не пустит внутрь Сколько помню Когда-то здесь было Что-то А это просто Прозрачные стекла Были И тут все Заросло Естественно Элизабет Нифига себе Так вот Кого мы нашли Миссис Коматсеки Я имею в виду Энзим Энзим О, мой Бог Как Как Слушайте Мы Нужно Инжек Это В Левиасон Вы Не можете В 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Догорит интересно или не догорит? Не догорит Не догорит Так, стоп Где его штык? Коготь Коготь Видишь что-нибудь интересное здесь? Все мигает, ничего не работает Нифига не страшно, но раздражает Лучше поставили нормальное освещение из оригинала Боевать в DimaTorzok Это просто, ну это просто тупо неприятно Так, а здесь будет интересно брут или не здесь? Еще будет Еще будет адский замес, кажется, да? Или не сейчас? Ладно Ой, блин, ну что? Заколол ногу Ужас Так Видели разные, разные изображения были? Ну, он начал у вас в деревне Следующий Станя Круто, что их в фаншоте Тут прям вообще Такой-то чит Ты феймель Ты мощный, да? До свидания Урод Спел До свидания Следующий Мастера Мастера Кинориса в деле Ах ты Псина Блин, не то Да Хорош Да иди ты Короче, я устал Не знаю, почему мы не смогли забрать Штыки Штыки Когти Видимо, все когти разом вышли Посмотри, где тут Следующие Конечно, конечно, конечно И чё, давайте Кому это сделаем Да так, чик Чик Да иди-ка ты нафиг, окей Тот мертв, да? Отлично Всё хорошего, это тоже мертв Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ну вот это вот этот странно сыграя такой подход ребят из мультив еще сделали она это доклад кросс снова который вызывает охрану потому что что-то врезалась в их палубу она считает туда был астероид и что уже раненые люди нужно нужны медики нужно нужны безопасники и тут начинается какой-то крик виск что это то что врезалась палубу в этом в отсеке пищи хранить его хранение хранения продовольствия а жила янка о боже как это может быть живым и у меня тот же сам вопрос потому что микроморфа за пределами корабля нет с планеты они улететь не могут и каким образом прилетел астероид или это сам ревиафан откуда он взялся полетел на корабль это вопрос на миллион потому что он был здесь вырасти в теории из той биомассы которая есть на гидропонной палубе в общем ребят это такой весьма сомнительный ход на мой взгляд сколько они объяснят появление рифа на потом газку из трупов а силовой резак я понимаю арсган хорошая штука его мы будет качать когда мы прокачаем первые три оружия достижение флорс цену так учит что мы открыли весь арсенал начале игры фактически интересно давайте его поставим на он крутой миска помню так вот что скажут сколь альтернативный огонь альтернативный огонь создают точку гравитации который притягивает все противники кстати прикольно можно комбинировать с этим с лайн ганом допустим всех притянуть гравитационной пушкой потом лазерным резаком поставить туда лазерный луч и всех уничтожить это мой прям очень красиво почитаю фига себе прикольно как ты не будешь этого делать как он классно работает боже мне так нравится эффект от флайн гана там сдирает плоть костей только так а если очень упала так это мужу ловили процент только далеко и запульнули что просто стерло из существования снизок принтерести вы за у нас есть кислород так что нормально мы не торопимся подходим тыкаем его энзим радуйся жизни на кому-то не повезло ввести энзим а снежный полет ничего не падает понятно ну лев а ну это явно не понравилось просто дрожь сюда вот хорош как ненавижу плевать щек просто такие сволочи так отступаем 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 да хорош ты идешь лесом ты тоже идет идешь лесом леса кросса я никогда не спросил ее изаак кларк инженера 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 ты видел jacob temple я не знаю но я ищу кого-то доктор николь бреннан доктор бреннан она помогает унитологии да я и моя мать это как мы встретились в общем я не всем понял последнее предложение элизабет который вышел с нами на связь спросил к нас зовут спросил у нас про джекоба темпла айзека я ответил что он инженер что он ищет николь после чего элизабет сказала что в принципе знакома с николь и собственно помогала людям уходить из металлогии пойти покидать церковь и азик подтвердил это как мою мать мы так и познакомились с ней мол и что так 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 осторожно и что 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 да что элизабет сказала что да действительно винтологи такие такие сякие они очень не любят когда их о чем-либо спрашивают очень странно что было одном и поступок капитан погиб они все немножко поехали вроде как так двери двери прикольно с таким звуком выключилась audi сопровождение терапевтическое то есть джунгли но нафиг но не нужно 1800 вау так ну ка смотрим есть на торт дофига все есть и самое главное там есть там есть рик который нам нужен так что мы сейчас пойдем сюда то что сначала не пойдем сначала подлечимся и небольшой аптечкой а маленькой а у нас не душа птички но у стал полегче дайзек а блин еще время время прошло на буду заканчивать после этого места о николь ты галю на язык это галю явно то музыка который главный за им плане это мне она не могла играть в реальности там факт м энзим здания все недолага мертв настоящему где твою медь и сзади подошел ублюдок а 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 шо ты там отдыхай блин ну встал ну замечательно и я знаю что я молчу просто напряженные для меня столкновения до кста и предлагает сейчас закончить и продолжить все все и прошло довольно много времени что немножечко улегся да поэтому сами прощаюсь нас впереди долго зачистка гидропонной палубы всегда бывает я надеюсь ты я верю что мы с этим справимся и нас ничего не остановит так что всем спасибо за просмотр удачи и пока удачи